Итоги дня в материалах наших корреспондентов. Здравствуйте в студии Артём Тарасов. В приграничных с Украиной районах области введен режим ЧС. Решение принято донским губернатором из-за наплыва беженцев. Только за минувшие сутки границу пересекли более 7 тысяч жителей Украины. Эту информацию подтвердил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Омбудсмен приехал в Ростовскую область оценить условия проживания украинских беженцев. Подробности в следующем сюжете. Мыло, дубные щётки, там всё в ванной мы положили, там такое. Вещи, ну уже всё в шкаф сложили, там тёплые сказали взять. Вещи первой необходимости – это всё, что она с детьми смогла взять с собой. Дома в Луганской области остались жильё, хозяйство и муж, с которым пока не получается связаться. Говорит, с отъездом тянули до последнего. Никак не решали составить родных и налаженный годами быт. Но обстоятельства заставили. Мы все в посёлке роскошно живём. Начали вот эти самолёты с четырёх утра бомбить, вот эти взрывы, выстрелы. Боимся просто за детей. Нам позвонили, сказали, что есть такая возможность вывезти хотя бы детей с храма, чтобы ничего не случилось. Даже наших знакомых уже звонят, говорят, расстреливают и машины. У нас на соседей расстреляли, в курах ехали люди, просто по работе, за мясом ехали. Их расстреляли, в новостях тоже показывали. Это просто рядом с нами живут, страшно очень. Как жить дальше, семья Щербак вместе с ещё двумя сотнями беженцев, размещенными в лагере, не знает. Сейчас у вынужденных переселенцев есть крыши над головой, они обеспечены питанием. Не знаем, нам сказали, пока на 21 день мы тут. А там не знаем, как возвращаться будем. Потому что сказали, что только всё начинается, сказали, что ещё хуже будет. Сейчас вынужденных переселенцев с юго-востока Украины принимают два детских оздоровительных центра. Это Дмитриадовский, где мы сейчас находимся, и Пионер. Это примерно 550 мест. Но желающих временно покинуть территорию Украины гораздо больше. Поэтому власти региона определили почти полторы тысячи семей, которые примут беженцев. Лично оценить ситуацию и посмотреть, как организована помощь украинским гражданам, приехал детский омбудсмен Павел Астахов. В Никлиновский район он отправился сразу после встречи с донским губернатором. Из-за наплава беженцев глава региона ввел режим ЧАЭС в 15 приграниченных с Украиной районах области. Поток людей не уменьшается, к сожалению. И в этой связи нам требуется создать условия для быстрого принятия решения, в том числе и возможности оперативного финансирования технических вопросов. Потому что людей нужно накормить, напоить, разместить, обеспечить транспортом, медицинским обслуживанием. В ближайшее время в лагере ожидается прибытие ещё 120 человек. В регионе также развернуты палаточные лагеря. Параллельно сегодня уже развернуты лагеря МЧС на 150 мест. Это три палаточных лагеря по 50 человек. Потому что мы готовы, должны быть и к тому, что людей станет больше. И не всех мы сможем разместить в таких комфортабельных условиях. Но в палаточных лагерях, поскольку сейчас лето, места хватит на всех. По словам детского омбудсмена, российские власти будут договариваться с украинской стороной об открытии гуманитарного коридора. Через него покинуть районы, где идут военные действия, смогут женщины и дети. В том числе воспитанники детских домов. Сейчас в Донском регионе на приграничных пунктах пропуска украинским гражданам обеспечено беспрепятственное прохождение контроля. Беженцам оказывают содействие в постановке на миграционный учёт и получении разрешений на временное проживание и трудоустройство. Анна Ларченко, Юрий Санкин. Главные новости. В продолжении темы. Ростовские учёные впервые попытались осмыслить стремительно развивающуюся ситуацию в соседней стране и на общей границе. В Южном научном центре Академии наук презентовали книгу «Украина и Россия». Издание с иллюстрациями истории взаимоотношений двух государств. Екатерина Лободина подробнее. С интересов украинцев и русских председатель Южного научного центра Академии наук Геннадий Матяшов начинает презентацию новой книги. Академик исследует новейшие общественные и социальные процессы на Украине, которые привели к Евромайдану и разжиганию взаимной неприязни с ближайшими соседями. Работать над изданием академик Матяшов начал в январе этого года. Создавая книгу, он выезжал в научные экспедиции на Украину и приграничные с ней территории. Изучал местные газеты и карты американского конгресса. Мы в современный период тоже, но не очень много. Главное, мы пытались понять, откуда это все тянется. Откуда оно произошло? И что мы можем противостоять? И какие углы за риски нам могут быть? Ну, допустим, украинизация. Ну, это Сталин придумал. Если у нас, ну, 12 лет, нас же заставляли говорить по-украински. Это не только здесь, и Воронежская область половина. Продолжение взаимоотношений украинцев и русских в следующем издании «Голодомор». А книга «Украина и Россия» разойдется по крупным вузам страны и попадет в руки высокопоставленных чиновников. Несколько экземпляров останутся в Ростове, в Донской государственной публичной библиотеке и в Южном научном центре Академии наук. Уже решено сделать дополнительный тираж в 500 экземпляров по заказу управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Екатерина Лободина, Алексей Ануфриев, Главные новости. Ситуацию в приграничной зоне Ростовской области с Украиной, введенной губернатором Василием Головьевым, сегодня режим ЧС, мы обсудим с политтехнологом Сергеем Смирновым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну и вначале задам вопрос следующего характера. Как вы считаете, в чем же причина такого резкого увеличения беженцев из Украины? Ведь только за последние сутки границу с Ростовской областью пересекли 7 тысяч граждан Украины. Ну на самом деле украинцы давно покидали Донецкую и Луганскую область. Это было связано, так сказать, с событиями еще весны, потом обострение, так называемой, антитеррористической операции. Но одно время было такое ощущение, что вот сейчас пройдут 25-го выбора, да, президента, и все закончится, все разрешится. Но был некий такой психологический момент. Выборы прошли, ничего, так сказать, не поменялось. Интенсивность боевых действий, а именно боевых действий, так сказать, она только увеличилась. Количество жертв увеличилось. От стрелкового оружия перешли, так сказать, к артиллерии, перешли, так сказать, к авианалетам. И теперь ощущение безопасности у жителей Луганской и Донецкой области пропало. Теперь каждый понимает, что вне зависимости от того, где ты живешь, в Славянске, в Донецке, в Луганске, ты всегда можешь оказаться под прицелом боевого оружия. Поэтому возникает, при первой же возможности уехать, возникает естественное желание воспользоваться этим. В первую очередь ради детей. Обратите внимание, кто уезжает. Уезжают же не мужчины, да? Уезжают даже не подростки, уезжают женщины с маленькими детьми. Это естественное желание спасти своих детей. Поэтому вот обострение антитеррористической операции, ужесточение характера ее проведения, привело к тому, что все большее количество людей понимают, что надо увозить детей, надо их спасать. Как вы сказали, что уже в течение четырех месяцев границу регулярно пересекают украинские граждане. Напоминаю, что за последние сутки ее пересекли 7 тысяч человек. И, как я понимаю, это еще не конец. Насколько готова Ростовская область принять беженцев? Во-первых, те, кто пересекают границу на территории Ростовской области, они не всегда остаются в Ростовской области. Кто-то уезжает дальше, у кого-то есть родные на Кубани, в Ставропольском крае, у кого-то есть в других регионах. С другой стороны, Ростовская область, на самом деле, и особенно вот даже приграничный, будем говорить, район, тот же самый Неклиновский, обладает достаточно большим потенциалом по приему беженцев. У нас там очень большое количество детских лагерей, пансионатов, домов отдыха. Мы с вами там были в одном из них, в Красном десанте, были на прошлой неделе. Вы видите, громадная территория, громадное количество помещений. Все приведено в готовность к летнему отдыху. Но вот так получится, что скорее там будут отдыхать не дети, там будут жить беженцы. При этом, я думаю, что помимо тех пансионатов, которые есть непосредственно на побережье, например, в Неклиновском районе или в Таганроге, есть точно так же и в других территориях, ну вот на левом берегу, так сказать, большие базы отдыха, там на Зеленом острове, тот же самый пансионат дом. Я думаю, все это будет, так сказать, так или иначе задействовано. Помимо санаториев, баз отдыха, что еще необходимо для приема украинцев? Ну, в основном, нужно создать, так сказать, не только условия, где они будут жить, но и как они будут жить. Я думаю, что, конечно, все пытались увезти какие-то необходимые вещи, но все на себе не увезешь, да? Спешные люди считаются. Да, сколько бы ты ни взял мыло, так сказать, зубную пасту, она рано или поздно заканчивается. Поэтому, в первую очередь, предметы личной гигиены. Одежда. Скорее всего, уехали с летней одеждой, да, так сказать, через несколько месяцев наступит осень, нужна теплая одежда, нужны игрушки, нужны книги, нужны в конечном счете учебники. На самом деле, очень многое нужно. Даже, так сказать, простая вещь, там, ну, не знаю, конфеты, шоколад, вода, газировка. Все то, что, так сказать, не попадает, например, в рацион, там, МЧС, да, но это все-таки дети, они же не могут просто питаться, знаете, как говорят, полноценное питание или сбалансированное полноценное питание. Они же хотят просто сладкого, не хотят какого-то удовольствия, развлечений в жизни. Вот это все тоже нужно. Я знаю, что правительство области открыло счет для поддержки беженцев из Украины. Какие еще альтернативные способы помощи беженцам сейчас существуют или уже организовываются? Ну, давайте для начала скажем, что посмотреть на реквизит этого счета можно на сайте donland.ru. Ну, да, сайт правительства, разумеется. Можно просто отправлять деньги. Более того, по аналогии, например, с тем же самым 2008 годом, я думаю, будет организован сбор средств. Я думаю, так сказать, вполне возможны и даже необходимы чисто культурные мероприятия. Ну, нельзя же, так сказать, чтобы дети были в этих лагерях, как в резервации, да? Ну, я думаю, с этим проблемы не будет, потому что этот год в России объявлен культурным. И большое количество как раз-таки Министерства культуры проводит. Ну, правильно, так сказать. Но при этом надо понимать, что для того, чтобы, например, те, кто находится в пансионатах или детских лагерях на побережье Азовского моря, приняли участие в этих культурных мероприятиях, должен кто-то за ними приехать. Нужен транспорт, нужны сопровождающие, нужен бензин. И, в принципе, так сказать, в этом может принять участие, так сказать, любой из наших благотворительных фондов, не только тот, который собирает непосредственно деньги на это. Ну, вы уже владеете информацией, ведется ли эта работа или еще пока нет? Я не знаю, так сказать, ведется она или нет. Я уверен, что люди, которые это делали раньше и в 2008 году, и когда было у нас несчастье с паводком на Кубани, эти люди, так сказать, готовы прореагировать. И если, так сказать, мы даже не знаем о том, что они действуют, это не значит, что эта работа не ведется. Другое дело, что очень часто эта работа делается не публично. У нас волонтерство, ну, такой зачастую непубличный процесс. Люди не стучат себе в грудь, они не кричат на каждом шагу, я помогаю, я помогаю, я делаю. Но главное, они делают. Конкретные дела и действия. Сергей, как Вы считаете, как долго продлится эта ситуация? И надолго ли украинские граждане здесь, в Ростовской области? Ну, я думаю, кто-то нас всегда может остаться. И в этом ничего плохого нет. Вы помните, у нас был в свое время принят закон об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Крыма. Вполне возможно, что, так сказать, такой же более упрощенный режим режим предоставления российского гражданства будет дан и беженцам из Донбасса, ну, для тех, кто захочет остаться в России и стать гражданом Российской Федерации. Ну, я думаю, как минимум до осени. Хотелось бы думать, что как минимум до осени. В свое время, я еще раз повторю, говорили о том, что нормализация начнется после выборов. Сейчас избранный президентом Украины Петр Порошенко заявил на Ларшавском саммите о том, что у него будет готов план к инаугурации. Ну, знаете, одно дело плана, другое дело его реализация. И третье дело, будет ли этот план принят, например, всеми сторонами. Дело в том, что когда речь шла просто по поводу требований, там, Юго-Востока, федерализация, предоставление дополнительной самостоятельности, полномочия, это был просто разговор неких субъектов, да, общественно-политического процесса. Сейчас там пролилась кровь. Сейчас между Киевом, Донецком и Луганском лежат просто трупы, да. И вот через эти трупы будет очень сложно перешагнуть. Поэтому надеяться на то, что процесс пройдет очень быстро, я бы не стал. С другой стороны, всегда, так сказать, хочется верить в что-нибудь хорошее. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, чем это произошло, например, в других территориях. Ну, вспомните, две Германии объединялись очень долго. Две Кореи по-прежнему разделены. И, например, конфликт между Приднестровьем и Молдавией, так сказать, не завершен. Арменией и Азербайджаном. Арменией и Азербайджаном точно так же. К сожалению, в политике только плохое делается быстро. А хорошее делается, как-то так, не очень быстро. Хотелось бы, конечно, быстрее, но будем надеяться. Посмотрим, так сказать, на позицию Евросоюза, посмотрим на позицию США, насколько они сделают киевскую власть более договороспособной. Посмотрим на позицию Совбеза ООН. Вообще, так сказать, например, будут ли вводиться контингент миротворческих сил или не будет. В другой бы ситуации, если бы это происходило в любой другой стране, уже давным-давно бы этот вопрос был поднят на заседании Совета Безопасности ООН, и Голубой и Казки были бы уже и в Донецке, и в Луганске. На самом деле там идут настоящие боевые действия. И в мирное население, тем не менее, так сказать, пока никакой реакции международных организаций. Вкратце ответьте, как вы считаете, в ближайшие дни увеличится ли приток пересекающих границу украинско-российскую со стороны страны? Скорее всего, да. Потому что ощущения небезопасности остаются. И даже если сейчас прекратятся бомбардировки, если даже сейчас прекратится стрельба, все равно, так сказать, ощущение безопасности, ощущение мирной жизни, так сказать, вернется не скоро. И если уже кто-то уехал, то за ним гораздо проще ехать. Наверняка те вот эти десятки тысяч, которые уже уехали, они уже звонят своим друзьям, знакомым, родственникам и говорят, приезжайте, здесь можно жить, здесь нас ждут, здесь есть условия, не бойтесь. Здесь лучше, чем там, где вы сейчас находитесь. Сергей, спасибо вам за содержательные ответы. Спасибо вам. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы обсуждали ситуацию в приграничной зоне Ростовской области с Украиной. За последние сутки, напоминаю, границу пересекли 7 тысяч беженцев. В связи с этим губернатор Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации. Наша служба новостей продолжает рассказывать вам о главных событиях Донского края. В Ростовской области построят 8 современных мусороперерабатывающих заводов. Новые межмуниципальные экологические комплексы разместятся в Красносулинском, Никлиновском, Сальском, Морозовском, Миллеровском, Мясниковском, Волгодонском районах и на территории города Шахты. Первым шагом к реализации госпрограммы стало приобретение современных мусоровозов и европейских контейнеров. Екатерина Лободина продолжит. Казалось бы, привычный процесс сбора мусора вызывает ажиотаж среди представителей городминистрации, муниципальной инспекции, управляющих компаний и ТСЖ. На центральной площади Волгодонской разработчики коммунальной техники презентуют грузовики и контейнеры для раздельного сбора мусора. Чтобы не вышла путаница, на баках есть подсказки. Производитель сделал облегчение. Круглые формы отверстия предназначены для сбора бутылочек 0,5, 1,5 литра, 2-литровые. Прямоугольной формы позволяет загрузить без открывания крышки обыкновенную 5-литровую бутылку из-под питьевой воды. Вот и весь все объяснение. Уже две недели жители Волгодонска оценивают европейскую практичность. Плюсы новых контейнеров перечисляют, не задумываясь. Удобный, вместительный. Как то, что когда крышка закрывается, видите, не открыта она. А когда крышка открыта, весь мусор, видите, какой сильный у нас. И весь мусор у нас на площадке, детская площадка, на все разлетается по всему двору у нас. А так уже, вот видно, вот он, пример вам, чистый. В школах и детских садах Ростова и Батайска уже проводят ликбез по сортировке твердых бытовых отходов. К образовательной программе подключают и возрастную группу. На собрании жильцов представители управляющих компаний рассказывают, что бумагу, пластик и прочие отходы следует загружать в разные баки. Мы с этим еще как бы начинаем эту работу. Но я думаю, что в ближайшее время, в будущем, мы как бы эти мусоропродажи заварим. И люди будут выносить для того, чтобы меньше было запаха, меньше было тараканов, меньше было безобразия в этом направлении. Поэтому я думаю, что люди будут к этому приучить. Вот количество слепых, это сахарные терпички, они вот. Кто бы с пушковцей выкинул? Ну, это кто захочет. Приобретение современных мусоровозов, контейнеров и ликвидация несанкционированных свалок – это часть подпрограммы по формированию комплексного подхода управления отходами. В Ростовской области за шесть лет построят восемь мусороперерабатывающих заводов. Новые межмуниципальные экологические комплексы разместятся в Красносулинском, Никлиновском, Сальском, Морозовском, Миллеровском, Мясниковском, Волгодонском районах и на территории города Шахты. В состав каждого войдут стационарные и мобильные пункты приема, а также производственные участки по сортировке, переработке, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. Этой государственной программой предусматривается комплексный подход к формированию сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Программа предразумевает финансирование порядка 7,5 миллиардов рублей до 2020 года. Действовать она началась с этого года. И в этих 7,5 миллиардов рублей более 5 миллиардов – это инвестиции. Инвестор в Волгодонске уже определен. Ему предоставят субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам. Снизят налоги, помогут в оформлении земельных участков и проведении инженерных коммуникаций. Екатерина Лободина, Станислав Оменко. Главные новости. Другим темам. Около 100 руководителей подразделений охранно-конвойной службы всех субъектов Российской Федерации, включая Крым, съехались в Донскую столицу на всероссийский семинар-совещание, посвященный особенностям конвоирования подсудимых по резонансным делам и безопасности судебных процессов подобного рода. В ходе семинара были проведены учения по взаимодействию сил специального назначения на территории Северокавказского окружного военного суда. Слово Юрию Бабенко. Место проведения семинара выбрано не случайно. Ведь именно Северокавказский окружной военный суд с января 2015 года будет единственным в России, в чью юрисдикцию войдет рассмотрение громких резонансных дел, связанных, например, с терроризмом. Это налагает особую ответственность на силы, обеспечивающие безопасность подобных процессов. Сложностей немало. Каждому судебному делу такого уровня предшествует огромная работа. Сложности, конечно, есть по громким резонансным процессам. Это значит и специфичность категории подсудимых, да, значит, и определенные мероприятия, которые проводятся, то есть оперативные мероприятия. Ну, есть свои секреты. Пока что все организовано на должном уровне. Я думаю, что так будет и дальше. Участники семинара осмотрели весь путь, которым подсудимых доставляют в зал суда. В процессе поясняются все нюансы и тонкости, соблюдение которых необходимо при конвоировании подсудимых. Спецконтингент сопровождается в браслетах, дабы не было всяких ЧСЧП. Браслеты засернуты за спиной в таком положении, чтобы не открылись наручники. Подается команда, выдается спецконтингент. На выход. Первый пошел. Он разворачивается спиной. Сразу подается команда голову вниз, дабы, так как мы возим в основном террористическая направленность, чтобы не запоминал наши лица. Голову вниз, осторожно спускаемся. Далее спецконтингент помещается в специализированные боксы, откуда впоследствии их и конвоируют в зал суда. Учитывая специфику дел, рассматриваемых в Северокавказском окружном суде, специалисты заранее готовятся ко всем возможным инцидентам. Участникам семинара было наглядно продемонстрировано работа и взаимодействие всех соответствующих служб при вероятной попытке проведения террористического акта на территории учреждения. По легенде, трое боевиков, в том числе смертница, ворвались на территорию охраняемого объекта. Нейтрализация нападающих занимает считанные секунды. Гораздо больше времени уходит на то, чтобы обезвредить взрывное устройство. Однако и эту задачу специалисты выполняют безукоризненно. По периметру, просветка на Гибино, перекрывают сотрудники полиции, просветку на Гибино. Стоит отметить, что подобные учения силы специального назначения проводят регулярно. Юрий Бабенко. Главное новости. Соревнования с нотками ванили и шоколадной крошки. В Донской столице международный кондитерский конкурс «Сладкий май» собрал более 40 кулинаров со всей России. Насладился вкусом победы и наш корреспондент Сергей Мирошниченко. Конкурсанты должны быть строго по форме. Белый китель, черные штаны, черные обуви. Это строго. У кондитеров такого уровня все строго. Это не плюшки со стола. Международный кондитерский конкурс «Сладкий май» собрал более 40 кулинаров со всей России. Не ударить лицом в торт перед иностранным жюри, в том числе донским кондитерам, помогает исключительный вкус и тяга к прекрасному. Это не олимпиада, но в гонке за сладким вручают медали. По стубальной системе учитывается все – цветовая и вкусовая гамма, чистота выполненной работы, композиция и, конечно же, начинка. Из конкурса к конкурсу этот кондитер повышает свой профессиональный уровень, потому что, придя на конкурс, он выкладывает все свои знания, все свои навыки, то есть он показывает всем окружающим, что он может. Поэтому этот конкурс – он как бы учеба. Учатся и судьи. Наравне с зарубежными коллегами жюри из России выносит не всегда сладкий вердикт. Но и для такого решения необходимо съесть не один пуд соли. После окончания «Несладкой школы» они готовы судить международные конкурсы. Среди конкурсантов есть и медалисты прошлых соревнований. Таганрогский кондитер Инна Харсеева выбрала сказочную тематику. Сладость рассчитана на самого привередливого сладкоежку. Есть, немножко там было смещение, потому что работа доехала неудачно. Поэтому на месте ей пришлось переделать. Что-то убирать, что-то добавлять. В конкурсе кондитеров участвуют и казачьи профессиональные училища. Среди донской кухни немало сдобных рецептов. Они стали изюминкой для иностранных гостей. Мы, конечно, надеемся, что наши представители наших казачьих образовательных учреждений покажут все свое мастерство, умение с учетом изучения быта, обычаи, традиций нашего донского казачества. По традиции все сладости отправятся в детский дом. И одобрение малышей станет заключительным, пусть и не конкурсным этапом соревнований. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. Главное новости. Тем временем самые элегантные мужчины страны поборются за титул мистера России. В Ростове подобный конкурс организовывают уже в пятый раз. Среди участников собрались представители самых разных профессий. От строителей инженеров до танцоров. Всех конкурсантов объединяет любовь к сцене и творческие таланты. Так на суд жюри они вынесут различные номера. И вокал, и хореографию, и театральные постановки. Проходят уже предварительные испытания, получают первые оценки, которые им выставляются в первую очередь за их умение общаться с людьми, за поведение, за этикетные нормативы, за раскрепощенность. И в том числе наша сегодняшняя с вами встреча – это тоже один из этапов предварительных оценок. Организаторы отказались от формата типичного конкурса красоты. В нем нет дефилей, есть только демонстрация физического превосходства участников. Сами номинанты признались, что они только за такие нововведения, ведь после подобного состязания у них появятся толпы поклонниц. Главной же наградой для победителя станет право представлять Россию на всемирном конкурсе «Мистер Модель Вселенной». Ну, сейчас настало время новостей спорта. О них вам расскажет мой коллега Роман Саганов. Роман, приветствую тебя! Здравствуйте, Артем! Физкульт-привет всем любителям спорта. Стартуем через несколько секунд. Борьба с самбо захватывает все новые территории в Ростовской области. Теперь любой желающий села Самарское сможет попробовать на себе броски, удержания и подсечки. Накануне там открылась школа самбо и дзюдо. Об открытии школы самбо жители села Самарское мечтали давно. Даже и место подобрали. Один из пустующих залов местного Дома культуры. Но что-то все останавливало. Здесь на помощь жителям пришла областная федерация самбо. И дело пошло. На протяжении почти 12 лет у нас этот зал не работал в Доме культуры. Находился в аварийном состоянии. Ну и по инициативе наших ребят, казаков, решили этот зал отремонтировать. Пригласили президента федерации самбо осмотреть зал, можно ли здесь открыть секцию. Все понравилось. Ну и решением отремонтировали зал. Сейчас, в сегодняшний день, открываем, делаем клуб специализированный по самбо и дзюдо. На открытии клуба самбо и дзюдо «Атаман» пришли все жители села. Многие до этого и не знали, что же такое самооборона без оружия. Воспитанники Егора Пантелеева, среди которых призеры и победители всероссийских соревнований, продемонстрировали всем присутствующим технику самбо. Тряхнул стариной и президент федерации самбо Ростовской области Апет Варданян. И делали традицию, как новый зал открываю, как первые братские делаю, чтобы, если я дошел до какой-то уровня международного класса, что эти дети стали заслужены, обережали нас. После всего увиденного многие решили посвятить свою жизнь этому уникальному виду единоборства. В восторге от увиденного осталась и прекрасная половина человечества. Броски, как дерутся. И очень хочется заниматься тоже здесь. Старший тренер сборной Ростовской области Егор Пантелеев настроен оптимистично. Уверен, что юные воспитанники школы «Атаман» не ударят в грязь лицом на областных турнирах. В этом году уже село Самарское заявит о себе именно в области. То есть команда отсюда, безусловно, и мы, я думаю, дойдем до этого, что команда может с новичками, начинающими, но они выступят на первом этапе. То есть это будет первенство области, уже село Самарское зазвучит. Первенство области – это первый этап для начинающих самбистов из села Самарское. Возможно, не все они станут чемпионами мира и Европы. В большом спорте останутся единицы. Зато те, кто хоть раз вступил на борцовский хавер, на всю жизнь останется самбистом. Спортсмен из Волгодонска выиграл чемпионат Европы. За звание чемпиона Европы сражались 97 представителей из 22 стран. Однако победа досталась сборной России – 9 первых мест. В составе российской команды весовой категории до 70 килограммов принимал участие волгодонский атлет Александр Зайцев. Спортсмен одолел троих соперников, победив в финале бойца из страны-хозяйки турнира – Чехии. Александр вел по очкам, но решил досрочно завершить подсчет, проведя болевой прием. Помимо титула чемпиона Европы, Александр Зайцев получил и звание мастера спорта международного класса. Город, конечно, красивый. Походили на экскурсиях, побывали. Но два дня походили, нам уже надоело. Не наша эта красота. В Россию, конечно, хотелось домой уже. Соскучились. У меня родился сын. Недавно, вроде полтора месяца, уже очень сильно соскучился. Хочу побыстрее его увидеть. А на этом все. Желаю вам здоровья, счастья и удачи. Действительно, приятные новости. Роман, скажи мне, пожалуйста, после этого успеха, какие перспективы у нашего спортсмена из Волгодонска, какие соревнования ему предстоят? Ну, Александр Зайцев получил, как я уже сказал, звание мастера спорта международного класса. Впереди у него открывается международная арена. Значит, он будет принимать участие, защищать честь не только России, но и Донского края на международных аренах. Роман, спасибо тебе за эти новости. Дорогие друзья, на этом все. Выпуск продолжит прогноз погоды и аналитическая передача «Главное бизнес». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 А.Егорова